что такое видение и видение это четкое понимание представления чего-то возможно того чего еще нет но то что будет когда вы понимаете куда вы придете если будете идти по этой дороге и начнем с первого раздела преждевременные выводы здесь я хочу рассказать о тех преждевременных выводов которые я сделал для себя когда меня познакомили с компанией и рассказали маркетинг план в первый раз тот день ко мне приехали вышестоящие спонсоры и на протяжении двух часов рассказывали маркетинг план я старался максимально правильно и полностью понять его задавал много вопросов и как я говорил в некоторых своих видео тогда я отметил для себя 6 причин почему это не мое я не буду этим заниматься вот как раз об этом и сейчас хочу поговорить давайте поехали первое уровне дистрибьютор ства это обязательные закупы с одной стороны не объясняют то что в атоме нет обязательных закупов то что люди покупают то что они хотят когда они хотят но с другой стороны рассказывают про уровне дистрибьютор ства про вот эти пять уровней дистрибьютор ства и если ты хочешь зарабатывать много тебе нужно быть эксклюзивным дистрибьютором а для этого тебе нужно набрать 2 и 4 миллиона личных баллов 2 и 4 миллиона личных баллов если перевести в деньги то это около пяти тысяч долларов то немалые деньги и для себя я тогда подумал ого это же и есть завуалированные обязательные закупы но я тогда не понимал как эти уровни дистрибьютор ства работают и для чего они на самом деле нужны до каждый уровень дистрибьютор ства открывает вам доступ к заработку но есть второй способ как подниматься по уровням дистрибьютор ства это естественный рост за счет группового товара оборота давайте посмотрим торговый представитель здесь все понятно до 10000 личных баллов я сильно не буду на этом заострять внимание потому что есть отдельное видео об этом но пару слов хочется сказать агент уже здесь либо 300 тысяч личных баллов либо 600 тысяч групповых баллов за целый месяц и разница между торговым представителем и агентом самая наверное большая если сравнивать с другими уровнями дистрибьютор ства почему потому что за наш фундаментальный бинарный шаг за наш самый маленький бинарный шаг агент получает три раза больше денег чем торговый представитель все остальные уровни дистрибьютор ства получают те же самые деньги что и агент за этот бинарный шаг получается агентом быть гораздо выгоднее но агентом можно стать естественным образом не набирая 300 тысяч личных баллов если у вас есть групповой товарооборот однако кто работает быстро кто не хочет долго ждать обычно накапливает 300 тысяч личных баллов далее идет специальный агент и специальный агент получает доступ уже к новому бинарному шагу и здесь стоит отметить чтобы закрылся бинарный шаг 700 тысяч баллов на конец дня когда закрывается бинарный шаг в обеих ветках должно быть более 700 тысяч групповых баллов естественным образом до спецагента можно дорасти если у вас миллион четыреста тысяч групповых баллов за целый месяц поэтому чаще всего если у человека за месяц проходит более миллион четырехсот тысяч баллов он становится специальным агентом и обычно если у человека не проходит такой товарооборот за целый месяц то за один день 700 тысяч у него пройти просто не может даже если в теории так подумать чтобы люди сами собрали закупились в один день на 700 тысяч это очень маловероятно понимаете то что вот эта система она сделана не для того чтобы провоцировать людей на закупы это не завуалированные групповые закупы все это сделано с другими целями все это сделано для того чтобы наша система наш маркетинг план был математически стабильным и то что тогда показалось для меня причиной почему я не буду этим заниматься на самом деле сегодня является той причиной почему я люблю наш маркетинг план одной из тех причин потому что уровни дистрибьюторство нас не ограничивают заработки они нас не вынуждают на закупы которые нам не нужны уровень дистрибьюторство позволяет нашей системе работать бесперебойно и если мы работаем если мы строим сеть потребителей то мы будем расти по уровням дистрибьюторство именно поэтому мы всем советуем искусственно не подниматься выше агента что значит искусственно не закупать то что вам не надо на ваш личный аккаунт лишь бы для того чтобы набрать личные баллы 700 тысяч баллов полтора миллиона в тех или иных частных случаях это может быть оправданно когда человек хочет очень быстро выйти на определенные ранги либо когда он делает какой-то рывок либо этот рывок делает его команда тех или случаях имеет смысл но торопиться с этим никогда не нужно если у вас уже есть 300 тысяч личных баллов то общая рекомендация для тех стран которые уже зарабатывают оформлять свои покупки уже на тех партнеров которые у вас есть сети чтобы им помочь набрать 300 тысяч личных баллов если вы находитесь в стране которая еще не зарабатывает то можете просто постепенно покупает на свой личный кабинет столько сколько вам надо почему в чем разница если вы уже зарабатываете если вы уже агент ваша страна зарабатывает оформляя покупки на партнерах вашей сети вы помогаете также и накапливать ваши бинарные шаги в этом заключается ключевая разница в общем подытожив уровне дистрибьюторство это не обязательные закупы и как показывает практика за два года работы личные баллы никогда не бывают проблемой в работе если человек работает то личные баллы это вообще не проблема если какие-то трудности встречаются в работе то это точно не личные баллы и большинство лидеров уже через несколько месяцев работы все свои покупки оформляют на своих партнеров почему потому что это и помощь партнерам и потому что это бинарные шаги это групповой товарооборот а им личные баллы уже не нужны поехали дальше вторая бинарные шаги это обман я пришел к такому мнению когда мне рассказали про механизм бинарных шагов как они считаются то что считается поменьше ветки и неважно если у тебя в одной ветке много в другой ветке мало у тебя не фиксируются пока в меньшей ветке не будет определенного количества баллов а весь излишек сгорает на следующий день мне тогда показалось что это очень несправедливо но я тогда не знал как все это работает на самом деле я не знал про наше чудесное распределение прибыли то что на самом деле компания у людей ничего не отбирает а весь излишек от бинарного шага он просто участвует в общем распределении прибыли и чем больше излишков собирается у людей тем больше люди получают деньги по своим бинарным шагам тем больше денег приносят множители это может быть не так просто понять но в этом заключается основная красота нашего маркетинг плана его уникальность и его шикарность том что мы участвуем глобальном распределении прибыли и если у кого-то что-то сгорает если у кого-то есть какой-то излишек то этот излишек просто идет в общий зачет всей команды всей страны атоме это супер круто а то что считается поменьше ветки это также является математической красотой нашего бинара который бесконечный почему у нас бесконечный бинар потому что именно бесконечный бинар позволяет каждому человеку добиться успеха когда у нас нет ограничения когда мы не боимся регистрировать людей когда мы регистрируем людей до бесконечности и будем продолжать это делать всю нашу жизнь потому что рано или поздно где-то в глубине появится человек который может изменить всю нашу структуру перевернет наш бизнес головы на ноги или наоборот именно эта идея бесконечного бинара является фундаментально крутизной нашего маркетинг-плана которая позволяет каждому человеку добиться успеха а как это может работать как каким образом бинар может быть бесконечным мы считаем все поменьше ветки у нас есть стратегия построения структуры которая позволяет также людям с предложением меньших усилий добиться максимальных результатов и если бы не было вот этой системы учета оборота по меньшей ветке сами подумайте представьте в голове с какой картиной мы столкнулись если бы у людей считался просто товарооборот в любой ветке если мы строим всех колбасу вот если все партнеры в атоме находятся в одной колбасе и они получают деньги за счет всего товарооборота который проходит в этой большой 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 колбаски то тогда множитель был бы просто копейки это был бы не 4 доллара это были бы какие-то 10 миллионные центы и очень мало бы денег на самом деле люди получали поэтому распределение прибыли это просто шикарная модель нашего маркетинг плана и бинарный шаг вот этот механизм он настолько красивый настолько продуманный и он настолько помогает новым партнерам то что если у новых партнеров какие-то баллы и сгорают то это копейки по сравнению с тем что сгорает у лидеров компании и именно вот эти объемы которые сгорают у лидеров компании позволяют новичкам зарабатывать окей далее третье за мой счет кто-то будет зарабатывать у меня возникала такая мысль практически всегда когда меня звали в какую-то сетевую компанию то есть у меня была сразу такая реакция вот ты меня позвал ты хочешь за мой счет зарабатывать здесь когда я не разбирался в системе у меня такая мысль тоже присутствовала но чего я не знал я не знал того что есть пределы как он работает я не знал того что у нас каждый человек вне зависимости от того когда он начал работать может догнать всех тех кто начал раньше него выйти на этот же условный предел это что есть определенная точка невозврата после которой рост идет очень быстро до этой точки нужно доработать вы понимаете то что не важно да что вы начали допустим сегодня когда компания уже существует 11 лет вы все равно можете догнать и семерых человек которые находятся на самой верхушке вы можете догнать людей которые находятся в лидерских клубах вы можете выйти на тот доход который получают топ лидеры компании вы можете и догнать и обогнать большинство людей которые начали раньше вас и я считаю что это очень круто и справедливо потому что все получают по заслугам четвертое здесь необходимо продавать предлагать я не особо люблю продавать и не особо люблю предлагать потому что для меня достаточно некомфортно вторгаться в чужое пространство я могу продавать и предлагать тем людям которые сами этого хотят которые пришли и говорят вот продай мне да я это умею я это могу делать но здесь когда мне рассказывали о бизнесе первое одно из первых что мне приходило в голову то что это продуктовая компания то есть здесь продукция косметика бады и это нужно все продавать я не люблю это делать соответственно это не мое это тоже было заблуждение потому что мы продажами не занимаемся и здесь нужно понять правильно это не значит то что все нельзя продавать не нужно продавать продажи это мощный инструмент построение бизнеса но они не являются обязательным инструментом то есть если вы не любите продавать и не хотите продавать все равно можете стать империал мастером потому что в нашем бизнесе достаточно уметь рассказывать достаточно уметь доносить информацию или рекомендовать вот рекомендовать это тот минимум которого достаточно чтобы добиться успеха почему говорят что атоме это бизнес для хороших людей потому что хорошие люди любят рекомендовать мы с радостью рекомендуем то что нам нравится самим почему председатель говорите если вам не нравится наша продукция то не нужно заниматься атоме это не ваш бизнес потому что именно на этом построен весь бизнес вы попробовали продукцию вы ее оценили вы поняли в чем ценность компании и вы рекомендуете это другим людям которым желаете добра просто чтобы они получали качественную продукцию и доносили информацию о бизнесе и если им это интересно они заинтересуются если нет то будут просто для себя покупать классную продукцию в этом суть бизнеса и продавать здесь не нужно на сегодняшний день у нас проходит товарооборот более миллиона долларов не сказал миллиарда миллиард долларов у нас еще не проходит но структуре проходит ежемесячно около миллиона долларов товарооборот и мы ничего не продаем из Мы начинали тоже не с продаж. Мы начинали с обзоров, мы начинали с рекомендаций. Мы рассказывали о личном опыте использования продукции. И это, я думаю, работает на большую аудиторию гораздо лучше, если бы мы просто что-то рекламировали. Мы пользовались сами продукцией и делились своими впечатлениями. Поэтому, друзья, продавать здесь не необходимо. Далее. Пятое. Это типичная сетевая компания. Сейчас я, возможно, скажу что-то, что может кого-то обидеть. И, скорее всего, мне не стоит этого говорить. Но я все равно скажу то, что я хочу сказать. Потому что я хочу это сказать и хочу быть с вами предельно честным. И я здесь не хочу обидеть никакие сетевые компании. Потому что сетевые компании бывают разные. Есть хорошие сетевые компании. Но большинство сетевых компаний в моем понимании нехорошие. Что значит нехорошая сетевая компания? Есть прям такие явные финансовые пирамиды, а есть завуалированные. Что значит завуалированные? Это те компании, если из которых убрать маркетинг-план, люди просто не будут покупать эту продукцию. Почему? Потому что главный продукт в MLM – это надежда. В общих масштабах. Я сейчас не говорю то, что во всех сетевых компаниях. В большинстве сетевых компаний главный продукт – это надежда. Люди покупают продукцию не потому, что не хотят ее купить, а потому что они надеются заработать, потому что они надеются построить бизнес, изменить свою жизнь, выйти на доход. По сути, простыми словами, как я всегда это видел, это то, что бронзу, серебро продают по цене золота. И люди платят эту цену золота за бронзу и серебро, потому что они надеются построить бизнес. Бронзо-серебро – замечательный металл, то есть продукция замечательная, она работает супер, но, как правило, люди переплачивают за нее. И за счет того, что они переплачивают, вот за счет вот этой маржи, и строится маркетинг-план в большинстве сетевых компаний. Это хорошо, когда еще бронзо и серебро люди покупают, иногда покупают железо по цене золота, иногда просто даже воздух, но мы об этом сейчас не будем говорить. А в Атоме главный продукт – это продукт, и это очень важно понимать, чем Атоме отличается, если не от всех, то точно от большинства сетевых компаний. То, что сюда в основном люди осознанно приходят на продукцию, и мы здесь покупаем золото и платину по цене серебра. Это тоже очень важно понять, и, может быть, сложно понять поначалу, и сложно поверить, но именно поэтому наш бизнес такой успешный. Именно в этом заключается абсолютная цена и качество. То, что мы можем купить золото и платину по цене серебра, именно поэтому бизнес успешный, и поэтому у нас есть автоматические постоянные потребители. Потому что если человек купил золото, оценил его качество и при этом заплатил гораздо меньшую цену, то почему бы не покупать это золото постоянно, особенно если ему необходимо для жизни. То есть здесь не понимаете буквально, на самом деле золото и платину у нас купить нельзя пока что, на Азамоле, наверное, уже можно, но это условно для понимания. Это некая аллегория для понимания, что значит абсолютно цена и качество, и в чем заключается ключевая фундаментальная разница других сетевых компаний. Почему у нас нет обязательных закупов, почему у нас нет стресса, нет вообще какого-то навязывания. Потому что люди сами хотят покупать качественную продукцию по меньшим ценам. Почему бы и нет. И именно поэтому я считаю, что это идеальный бизнес. Ну, одна из причин. Так, окей, далее. Шестое. Сетевой это не для меня. Это последнее такое заключение, которое я сделал, когда все прослушал и ехал домой на метро. И возможно, даже сегодня, спустя два года, находясь в том статусе, в котором мы находимся, в глубине души я все равно чувствую, что сетевой это не для меня. Классический сетевой в его понимании. То есть это большинство сетевых компаний. Я убежден, что в другой компании, не в Атоме, я бы работать не смог. Потому что мне пришлось бы тогда обнадеживать людей. Мне пришлось бы людям давать надежду. Здесь мы никому надежду не даем. Здесь мы делимся информацией, рассказываем о классной компании, о классной продукции. А люди сами делают для себя уже выводы. Для чего я все это рассказываю? Для чего вообще сегодняшнее занятие? Потому что я считаю, что в Атоме самое сложное – это не маркетинг-план, это не разобраться с историей компании, с перспективами, планами. Это не разобраться в продукции. Самое сложное в Атоме – это на самом деле понять, куда вы попали и что из себя представляет эта компания. И почему у людей, у которых нет опыта в сетевом бизнесе, зачастую получается лучше, чем у людей, у которых есть хороший, богатый опыт в сетевом. Потому что мы отличаемся от других сетевых компаний. Нам не нужно продавать лайфстайл, нам не нужно обнадеживать людей или просто говорить, как это круто, что вот идите, изменится ваша жизнь. Нам здесь нужно доносить основную ценность, главную ценность, которая есть в нашей компании. Это продукция и это философия. То, на чем держится наш бизнес. Именно этому посвящено сегодняшнее занятие. Теперь давайте поговорим, почему я в Атоме. Атоме.